В Молдавии продолжаются протесты, и только на первый взгляд народ митингует кто во что гораст. Акции привели уже как минимум к 15 пострадавшим. Можно было сказать, что начался очередной Майдан, теперь уже для свержения власти в Молдавии, но эксперты пока сходятся во мнении, что не все так пессимистично. Если и Майдан, то против евроинтеграции, а не за. Есть шансы, что возможно пророссийские силы даже смогут, если не одержать полную победу, то по крайней мере получить весомые рычаги влияния. О том, что происходит в Молдавии, накануне ТВ рассказал декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Там такое накопление сил, и там как бы три действующих течения существуют в современной молдавской политике. Первое течение, оно во многом афилировано так или иначе в Компартии. Другой политической силой является, ну они могут называть себя как угодно, но это некая, скажем, партия молдавского суверенитета, которая в целом занимает такие вполне прозападные позиции, но при этом не готова интегрироваться в состав Румынии, не готова любой ценой вступать в Евросоюз. Третье там течение в современной Молдове, это некий унионисты, который вообще считает Молдову неким придуманным коммунистическим проектом и считает, что она должна соединиться с Румынией и как раз за счет этого войти в Евросоюз. Но все начиналось так похоже на украинский сценарий, почему же нельзя назвать это Майданом? Александр Шатилов уверен, пока там идет борьба всех против всех. И это может даже сыграть нам на руку. Майдан уже стал, мне кажется, таким трендом постсоветского пространства, особенно в таких нестабильных государствах, поэтому сейчас любой протест, сейчас его подают как Майдан. Все откажется, что в Молдове не только Майдан, сколько вот это некое слабоуправляемое народное возмущение, ну где-то, может быть, спонсируемое теми или иными олигархами, теми или иными политиками. Может быть, это даже на руку России, потому что главной болью нашей является Приднестровская Молдавская Республика, и в этой ситуации, конечно, скажем, победа сторонников унионизма, например, могла просто привести к тому, что возит им еще одна горячая точка. Поэтому, на мой взгляд, вот эти все протесты, вот эти столкновения, вот это бурление молдавской политики, ну, в какой-то мере отвлекает молдавскую литу от проблемы Приднестровья. Может быть, это и хорошо, особенно в нижних каких вот условиях, такой жесткой конфронтации с Украиной. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».